Я обращаюсь к гаранту нашей Конституции, Путину Владимиру Владимировичу. Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам, как представитель власти Республики Башкортостан, от имени тех людей, которые незаконно обижены, не обижены, а ограблены этой правоохранительной незаконной властью, которая существует в Республике Башкортостан. На территории Республики Башкортостан законы Российской Федерации не действуют, не работают. Рядом со мной стоит женщина, у которой незаконно, по поддельным документам, при содействии судебности судьи, Фамилия Стройкова, значит, Малышева, это у нас... Не Малышева, Емщикова. Ой, извините, мы берем... Емщикова. Емщикова подделали документы, приехали судебные приставы и женщину с двумя маленькими, с двумя детьми вышвырнули. На газон. На газон, живи как хочешь, вышвырнули все вещи. Даже социального жилья не предоставили? Даже не предоставили социального жилья, так как квартира, которую у ней незаконным путем отобрали, якобы она когда-то или ее муж, что-то непонятно, сколько лет назад, лет 10-15 продал, дали, не дали ничего. Женщина устала мыкаться по съемным квартирам, значит, в надежде что-то добиться от этой власти, продажной в Республике Башкортостан. На сегодняшний день возбуждаются уголовные дела в отношении тех, кто нарушил ее законы. А тут же у нас самый умный есть такой в городе Стрель-Тамаке, главнее даже Бастрыкина, начальник следственного комитета Хамедулина. Он выше Бастрыкина. Бастрыкин в Москве командует, а Хамедулин здесь. Как он скажет, так и будет. И его поддерживает полностью все. Судейское сообщество, прокуратура, МВД. Отменяет возбуждение уголовного дела по незаконному отъему жилья и собственности. Уважаемый Владимир Владимирович, мы считаем, что действия Хамедулина подпадают под уголовную статью. Он совершает преступление. Укрывает преступность. А Хамедулина могу добавить следующее. По закону Хамедулина Петрова, Хамедулин прокурор, Хамедулин это начальник следственного отеца, а Петров это прокурор города Стрель-Тамака. В городе Стрель-Тамак, ну как мне подтвердилось и вообще по всей Башкирии, законы Российской Федерации не действуют. Получается у нас так, руководитель следственного комитета Хамедулина не принимает заявления от граждан о преступлении, совершенном в отношениях. Он обязывает граждан доказывать, что в отношении них было совершено преступление. Мы граждане, на чьи деньги он кормится, мы оказывается обязаны за него проводить его работу и доказывать, что это законно, незаконно. Он всего-навсего издевается над людьми. Толпы плачущих женщин, детей, выкинутые на улицу, и наши граждане ходят. Ни одного ответа. Там, где завязаны какие-то нарушители в погонах и так далее, прокуратура и следственники бездействуют. Он мог спокойно посадить судью, нарушившую законы Российской Федерации, нотариуса мог и вернуть женщине квартиры. Но в нашей практике у нас прокуроры и следователи, руководители следственного комитета, они воруют только у граждан деньги. Ну, кстати, они воруют, их осуждают условным сроком. У нас вот два предыдущих начальника, один прокурор, другой, следственный комитет, уже осуждены за воровство квартир. Ну, нормально, им дали 4 года. Ну, естественно, им 4 года, а тем, кто украл палку колбасы, 4 года строгого ущерба. Вот так вот надо наказывать этих наших быдлых гаражей, которые не могут на 12 тысяч прожить, еще воруют. Эти получают по 100 тысяч, и не могут, и еще воруют, им все не хватает, мало, мало, мало. Исходя из буквы закона, мы требуем, а если, исходя из буквы закона, приказываем вам, Владимир Владимирович Путин, как власть, которая принадлежит нам, народу, направить в республику Стрель-Тамак, в республику Башкортостан, в город Стрель-Тамак и вообще конкретно в город Стрель-Тамак и республику Башкортостан, генерального прокурора Краснова, который очень хорошо говорит по телевизору, стучит по столу, нагнетает обстановку, что говорит так, а его подчиненные не слушают вообще его, а здесь вообще никто не признает, как такое, и говорят нам, иди Краснову жалуйся, это он придумал там что-то. Да хоть кому, говорят, пишите, хоть самому Путину. Путину пиши, это Путин ненормальный закон отдает, он не прав никогда, это ответы наших прокуроров, исследователей, судей. Вот куда нас гоняют, но мы до вас дойти не можем, мы нищие люди, у нас не хватит денег, чтобы доехать и так далее. Да и вы нас не примете, наверное. Я хочу сказать следующее. Мы обращаемся в генеральную прокуратуру, что творит генеральная прокуратура под руководством Краснова. Все наши заявления и обращения там, с Башкири, со Стрель-Тамака, очень много граждан, подающие жалобы на незаконные действия прокуроров, следователей, судов. А что делает Краснов, господин Краснов? Да, это не он лично. Его подчиненные, что они делают? Они отправляют все наши материалы назад к тем преступникам, которые нарушают наши права. Но, Владимир Владимирович, как тогда тот преступник, что нарушил мои права, будет принимать или защищать меня? На одном из заседаний по правам человека вы сказали, если кто-то отказал в возбуждении уголовного дела, это значит, имеет личный интерес. Он или мошенник, или жулик, он должен сидеть в тюрьме. Вот мы приглашаем Краснова, город Стрель-Тамак, что разобрался и посадил Петрова за его злоупотреблением должностными положениями. Второй вопрос. Мы обращаемся. Мы обращаемся. За мной стоит большой, хороший коллектив единомышленников, представляющий власть, согласно Конституции. Мы источник власти. А вы все остальные наши слуги. Слушайте, что мы будем говорить и требовать от вас. Требуем, чтобы приехал Басрыкин. Следственный комитет вообще работает по понятию. Не работает. Басрыкин дает указания. Следственный комитет не прислушивается и даже не исполняет. Как это? Кто его контролирует? Мы считаем, в республике Башкортостан, я уже повторился и хочу сказать, следственный орган, орган, это преступная организация. Не все. Есть молодые ребята, которые стремятся работать хорошо. Но их прижимают, если это дело касается в отношении должностных лиц нарушенных законов. Их прижимают. Ребята, работающие в следственных органах республики Башкортостан, молодые, достойные, не могут ничего сделать с этими начальниками-пенсионерами. Ничего не могут делать. Их прижимают, им приходится уходить. Увольняют, создают такие условия, чтобы они не работали. А мразь остается. Она работает на свой карман и на карман руководителей следственных отделов и комитетов. Также, Владимир Владимирович, я требую, а конкретный приказ, согласно Конституции Российской Федерации, чтобы к нам в Башкирию приехал Арестов, это начальник службы чернорубашечников под названием судебные приставы, которые без стыда и совести, это одни из самых нарушителей законов Российской Федерации. Они говорят, нам дана команда забирать все. Они говорят, вами, Владимир Владимирович Путин, им дана команда забирать последние трусы и штаны. Они оставляют людей без прожиточного минимума. Это люди-зомби, приходящие ребята вроде нормальные, 2-3 месяца нормально убегают, остаются больные люди, будем говорить. Сегодня судебные приставы имеют право избивать граждан, оскорблять граждан, отнимать последние крохи. Они считают людей из мастуральных забыдлов. В городе Стрельтомаке под руководством Черномырзина у нас есть такой следственный отдел, один из нарушителей. Да, они вообще не допускают уже второй год граждан в помещение службы судебных приставов. И люди как, ну как сказать, на коляничь должны что ли к нему зайти и так далее. Стоят под дождем, под снегом, под ветром, ждут своей очереди. А чернорубашечники орут на них, выкидывают и вытаскивают. Это закон? Это что, закон что ли? Мы для этого что ли вас выбирали, чтобы вы над нами издевались? Еще один из вариантов, я уже неоднократно говорил, это мы первоначально, как сказать, сказали. Тех граждан, представляющих власть в Российской Федерации, гораздо больше, которых ограбили, унизили и обидели люди в погонах. Ну, хочу сказать еще об одном. Не будьте глухослепонимыми. Мы видели ваше выступление, когда вы отвечали гражданам, что-то как-то резко поменялось. За один день школу построили там, завтра газ проведут, все. Так не надо, мы это построим за два года. Если вы поможете нам посадить тех преступников, которые мешают нам, гражданам России, хорошо жить, они живут хорошо. А мы живем, мы не живем, мы существуем. Мы, большинство, мы приговоренные вашим режимом, как сказать, не вашим режимом, а теми условиями, которые созданы здесь для людей, мы приговорены к смерти. Мы к смерти приговорим, мы здесь никто. Нас можно избить, нас можно посадить, нас можно запугать. За что, неизвестно. Хочу обратиться ко всем, кто нас слышит. Просим вас наше выступление. Фамилия моя, Люст Владимир Викторович. Растиражировать. Передать тем, кто хорошо владеет техникой передачи видео, передать на канал Караулова и на все остальные каналы. Обращаясь к гражданину Пескову, он наверняка слушает все эти вещи, он является советником. Господин Песков, у которого на руке часы за 30 миллионов, на которые можно было бы купить 30 квартир для детей после интерната, как сказать, лишенных без родителей и так далее, или построить там какие-то пансионаты уже за это время, что-то такое. Ну, в связи с принятым законом Единой России, предлагаю всем дальше называть гражданин Песков, у которого жена гражданка Соединенных Штатов Америки и дети граждан Соединенных Штатов Америки. Ну, это, чтобы ясно было, какой Песков, а то он скажет, не обратились. Я уже часы продал, у меня уже не за 30 миллионов, а за 150, но я их прячу в чулане. И живу я не за счет зарплаты, получаемой от нас, от народа, от государства. Меня жена кормит. А я подкаблучник, меня жена кормит. А почему я хотел вам обратиться с таким вне? Мы же сейчас все говорим. У нас 24 или там 35 организаций признаны как иностранные агенты. Предлагаю всем гражданам Российской Федерации, когда мы обращаемся к какому-то чиновнику городского уровня, муниципального и так далее, и так далее. Говорить полностью. Вот, например, обращаемся мы, например, бывший фетисов, министр спорта, когда он был, мы должны обратиться так. Уважаемый министр спорта, фетисов, гражданин Соединенных Штатов Америки, почему получается так, что Соединенные Штаты нам враги, а они ваши друзья? Я не знаю, вы там живете. А ради кого вы здесь работаете? Могу обратиться ко многим ведущим зомбоящика, которые прошли стажировку в Америке, но их выкинули оттуда, потому что у них ума, как у муравья в коленке, будем говорить. Они сегодня здесь, на этой пропаганде, грабя наш народ, зарабатывают миллионы и приносят раздрай в наше общество, нагнетая одну нацию на другую. Они лбами сталкивают граждан разной национальности, оскорбляют лидеров других государств, нагло подрывают авторитет Владимира Владимировича Путина, говоря такие вещи. Я, господин Пескова, не закончил. Пришлите к нам, пожалуйста, комиссию под руководством прокурора Краснова, Басрыкина, Арестова. Можно еще министр сельского хозяйства, кстати, который, Владимир Владимирович, вас так обманывает, что вообще дико или считать не могут, или умышленно. Россия никогда не производила то, что сегодня вам поют в уши ваши подчиненные. Башкирия никогда не производила. Это и есть обман. Вы хорошо сказали, 30 миллиардов получили сельчане. Да, да сельчане последние сухарь доедают. Кто же получил 30 миллиардов долларов? Спасибо за внимание. Ждем вашего ответа. Можем дождаться его по почте, по телефону. Так, требуем, требуем, чтобы наше заявление, вы приняли как наше личное мнение, не применяли к нам мер физического воздействия, дали команду прокуратуре, следственным органам на местах, чтобы нас не трогали за клевету. А если у них есть доводы, что мы сказали что-то-то неправильно, что-либо, пусть обращается в суд. У меня лично есть подтверждающие документы того, что в республике Башкортостан, это судебные документы, судебные, это не просто ни Васька сказал, ни Колька. Законы Российской Федерации недели. Спасибо большое.